Буквально информация последних нескольких минут мне удалось связаться с заместителем генерального прокурора Украины Евгением Йениным. И вот что он мне сказал, цитирую, у генеральной прокуратуры Украины даже нет таких полномочий. Следователь Горбатюк слукавил и относительно выписывания повестки про якобы закрытие или замораживание вот этого самого дела. Если бы такое действительно произошло, то была бы подана соответствующие документы для того, чтобы в рамках генеральной прокуратуры Украины, кроме этого, напомню, в чем весь сыр-бор. Напомню, что издание New York Times сообщило, что генеральный прокурор Украины якобы заморозил 4 расследования в отношении Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента Дональда Трампа, чтобы не раздражать американские власти. Об этом, как уже сказал, сообщила газета The New York Times. Как пишет издание, расследования не были прекращены полностью, но принятое решение фактически лишило ведущего расследования прокурора возможности допрашивать свидетелей и исследовать документы с помощью судебных повесток. Опять-таки, напомню, что мне удалось пообщаться с Евгением Йениным, который является заместителем генерального прокурора Украины. И он опроверг эту информацию, в интервью которую предоставил этот самый прокурор. Кроме этого, приостановка расследований, согласно источникам издания, произошла, когда Украина добивалась закупки у США противотанковых ракет «Жавелин», отмечает New York Times. Однако в Киеве с этим не согласны, с такой трактовкой события. Замгенпрокурора Украины Евгений Йенин у себя в Фейсбуке выразил удивление публикации, отметив, что ни о каких проблемах в области международно-правового сотрудничества между ГПУ и американскими правоохранительными органами речь не идет. Лучшим свидетельством этого являются возвращенные из США в Украину более 600 тысяч долларов в рамках уголовных судопроизводств, упомянутых в статье New York Times. Никаких запретов выполнять запросы о международной правовой помощи для США не существует в природе. Йенин также добавил, что ни американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер в ГПУ с какими-либо запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть цитата и запрещать было в принципе нечего. А вот депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев, на которого также ссылается New York Times, заявил, что его слова были вырваны из контекста. Когда журналист Эндрю Крамер спросил, знаю ли я что-то о том, остановлено ли расследование в Украине по делу Манафорта и известно ли мне об этом, обращались ли к украинским правоохранительным органам американская сторона, я ответил буквально, мне точно неизвестно, обращались ли американские коллеги к украинским. Могу предположить, что через существующую в стране ситуацию Украина избегает тех моментов, которые могут раздражать американскую администрацию. Но если американские следователи обратятся к украинским, то украинская сторона сделает все необходимое в соответствии с существующими двусторонними соглашениями. Кроме этого, по словам Арьева, он настаивал на целостности фразы в случае цитирования и, как оказалось, совсем не зря. Другое мнение я изложил так. Не исключено, что дело Манафорта могло оказаться под сукном, но главным образом потому, что у нас просто не хватает следователей, которые могли бы качественно справиться с делами такого уровня сложности. Я обратился к журналистке, который участвовал в подготовке материала с просьбой передать Нью-Йорк Таймс мое желание скорректировать первую цитату. Получил ответ, что газета сократила ее. Вот и все. В настоящее время обратилась ФБР и в Минюст с просьбой прокомментировать информацию о возможном сотрудничестве между правоохранительными органами двух стран в деле Пола Манафорта. И мы ожидаем их ответ. Напомню, что в марте Манафорт не признал себя виновным в двух судах – Вирджинии и Вашингтоне. Его обвиняют в отмывании денег через офшоры, уклонении от налогов, банковском мошенничестве, сговоре, обмане представителей государственных органов власти. Прокуроры считают, что Манафорт и его помощник Гейтс заработали в Украине десятки миллионов долларов. Для того, чтобы не платить налоги в США, они проводили суммы через десятки американских и офшорных корпораций банковских счетов, открытых или ими, или их уполномоченными на Кипре, Сейшельских островах, а также Сент-Винсенте и Гренадинах. Сторона обвинения просит конфисковать в доход государства Соединенных Штатов Америки недвижимость Манафорта на Манхэттене, в Бруклине, в Вирджинии и в Уоттер-Милле на Лонг-Айленде, а также его страховой полис. В случае признания виновным Манафорту грозит от 15 лет тюрьмы.